Всем привет! Добро пожаловать во вот на пару! Кто-то наверняка заметил, кто нас любит и знает и ждет, что не было видео одного, мы одно видео пропустили. В общем, мы заболели, причем совместно, это как с ума сходят по одиночке, а болеют вместе, или болеют вместе, а с ума сходят по одиночке, вот так. У мамы было какое-то очень сильно, у мамы пониженное давление, а поднялось 145 на 90 было, а у мамы вообще пониженное давление. А у меня было спонтанное какое-то повышение температуры, мне было очень плохо, 37,7, и потом раз и спустилась. Ну, я не специально, абсолютно. Может быть, это связано с тем, что мама все время открывает окна, думает, что уже лето. Когда я отказаюсь уже на диване, я тихо умираю. Иди ко мне, умираешься. Я не могу двигаться, я еле так села. В общем, будем отвечать на вопросы, потому что мы решили, что вас оставлять одних надолго не нужно, хоть в таком состоянии. В общем, ничего у нас такого интересного не происходит. Ну, да. 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 Вопрос от Татьяны Матренко. Хотели бы вы иметь аквариум большой и любоваться рыбками? Умеете ли вы играть в шахматы? Про шахматы недавно, по-моему, мы рассказывали. Да, недавно. Отвечали очень долго. Я умею переставлять фигуры, у меня папа очень хорошо играл в шахматы, у нас очень много книг по шахматам, он ими очень увлекался, таскал меня на всякие международные соревнования, но любви к шахматам он мне не привил. У Ани папа хорошо играл, и Аня маленькая была, она тоже. У меня был детский разряд, не помню какой, но разряд был. Но тоже ее это не привлекло. По поводу рыбок. Мы не очень любим рыбок дома. При Ане у нас не было аквариума. Я в детстве очень хотела рыбок, мне родители подарили их, и потом всю жизнь протлинали то, что они это сделали, потому что мы первых рыбок купили гупи, естественно, как все. Ну да, еще какие-то были полосатые, эти гупи начали рожать, рожаться, и папа с мамой по ночам вылавливали этих мальков, разводили, потом они у нас, эти рыбки, ну не только гупи, а другие погибали там. В общем, я не люблю рыбок именно потому, что, ну, видимо, не мое это. И как я уже много раз рассказывала, у меня выживают только те, кто просит еду сами. И еще... Я! Только ты на животное. Еще я не люблю птичек. Про птичек не было вопроса, давайте дальше. Слушай, нет, мы сейчас все расскажем, что не любим. Елена, Елена спрашивает, скажите, есть ли у вас посуда цептор? У нас есть. Вот, знаете, как многие не понимают в Тапуровое, и мы не понимали до того, как начали покупать, также мы не совсем понимаем в цептор. Нам подарили, типа, селедочницу. Ну, она маленькая совсем такая. Да, ну, визуально я, как бы, понимаю, что там видно, что металл лучше, чем другой металл в нашем доме, но разницы мы не понимаем, как бы, вот. Абсолютно, поэтому ничего сказать не могу, но, в общем, у нас есть одна посуда цептор. Наша лучка. Да. Если вы что-нибудь знаете об этой посуде, напишите, чем она отличается от всего остального. Ольга Кузина спрашивает, почему вы не пользуетесь специальными сервисами для розыгрышей, как делают многие блогеры? Это же облегчает ваш труд. Ну, мне кажется, что то, что мы делаем более, как бы, камерно, по-семейному, так, ну, в общем-то, мне кажется, я бы доверяла больше тому, что посчитано руками, чем вот этот розыгрыш, не знаю. Ну, когда становится больше подписчиков, наверное, конечно, да, приходится прибегать к более таким промышленным масштабам. Там уже выбора, как бы, нет. Но, вот, до последнего розыгрыша, который доставил нам, в общем-то, много работы, мы даже удовольствие какое-то испытывали. Ну, вы знаете, мы, когда подсчитываем все результаты по розыгрышам, мы же проходим по всем вашим аккаунтам, смотрим, а кто участвует в конкурсе. Это интересно для нас, потому что, да, мы видим ваши комментарии, но мы не видим ваших лиц, когда читаем комментарии. Там аватарки такие маленькие, и очень часто на аватарках нет ваших фотографий. А для нас интересно ходить, смотреть, с кем мы общаемся все время. Вот, но, конечно же, когда там 100 тысяч, полмиллиона, миллион человек и больше уже подписчиков, и в конкурсах принимают участие уже по десяткам тысяч человек, конечно, это вручную не посчитают. Ольга Обухова спрашивает. Обухова, я думаю. А я думаю, Обухова. Пишите, пожалуйста. Как правильно, Обухова или Обухова? Ольга Славна и Аня, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас коллекции, кроме косметики и уходовых средств, которые вы пополняете до сих пор? Ну, коллекция бижутерии у меня очень большая. Я ее пополняю Арифлеймом постоянно, и не только Арифлеймом. Она очень большая. Ну, у нас коллекция каталогов Арифлейм. У меня коллекция журнала Борда Модден есть, которую я в определенный момент перестала пополнять, но изредка покупаю журналы какие-то. У меня коллекция свечек. Именно коллекция, потому что я их не жгу, а только покупаю. У меня есть коллекция полотенец, кухонная для всяких праздников. Еще что у нас есть? Ну, все, по-моему. Хватит уже с нас коллекции. У нас уже коллекция животных. Вон их двое. Ну, видите, лежит. Один-два много. Нет, у нас что-то еще есть, наверное. Ну, это основные такие, большие. Я считаю, что у нас бешеная коллекция посуды. Но это не по нашей воле происходит. Произошло. Да, потому что мой муж таскал мне все, что только он мог доставать. Он мне все приносил. И таким образом даже то, что мне не нравится, все равно у нас есть в этой коллекции. Татьяна Матренко спрашивает, есть ли у вас лото, играете ли вы в настольные игры? И как вы относитесь к леопардовому принту? Очень много интересных вопросов. Давайте начнем с настольных игр. В нашей семье некогда состоящий из четырех человек, а дальше состоящий уже из двух человек. Единственным человеком, кто любит настольные игры, являюсь я. Это что касается настольных игр. И поэтому, когда друзья приходят, тогда я их всех заставляю играть в настольные игры. Нет, но есть некоторые друзья, которые приходят специально играть в настольные игры. Их не надо заставлять. Ну, например, вот в Imaginarium мы с Сашей играем, но мы заставляем играть. Ну, то есть Даша раньше играет. Да, но у Даши уже прошло. Даша выросла. Саша уже играет в другие игры со Степой. Это ее сын. Вот, ну вот Саша приходит, но Саша заставляет свою бабушку, а я заставляю маму играть, поэтому, чтобы у нас было четыре человека. Но это что касается настольных игр. А что касается лото, мы, к сожалению, очень давно не играли в лото. Но когда-то это была наша семейная игра и традиция... Да, и моя бабушка, у нее дома всегда играли в лото. И бабушки еще, кроме лото, играли в мальчиков, в карты. Ну, карты это тоже была наша традиция. Мы играли в 501 с бабушкой тоже. Ну, с моим папой. Я дедушку не застала, но вот с бабушкой, с братом, с мамой мы играли все время либо в карты, либо в лото. Это была такая победа, когда я пять карточек положила и уследила за ними. Но она очень азартная. Вот я азартна в другом. Да. Когда я была маленькая, у меня была одна карточка. И я не могла уследить за всеми карточками. И как чем-нибудь старше я становилась, тем больше карточек я брала. Лото вообще очень прикольная игра. Мне очень нравилось кричать. Там же берешь вот эти вот... У нас были бочоночки, серенькие такие бочоночки. И вот достаешь горсочку, и вот кричишь. Самое паршивое, это когда уже приходит время, когда по одной штуке надо доставать. Там остается пять штук, и вот их по одной штуке достаешь, и кто победит. Ну и как мы относимся к леопардовому принту? Нормально. У меня за всю мою жизнь было несколько вещей с леопардовым принтом. Первая вещь, это мне мама привозила такой шерстяной пулловер. Вот он был самого благородного цвета. Он был не такой желто-оранжево-черный, а он был такой серо-коричневый, с какой-то такой расцветкой. Он мне очень нравился. Потом у меня даже были, по-моему, леггинсы леопардовые. Ну, тоже такие серо-коричневые были. Был платок шейный, но он был яркий. Ну, мне нравится леопардовый... Подожди, у тебя сейчас типа в леопардовом неоновый такой. Какой? Ну, который голубой с розовым. Он тоже там под леопардовый принт именно сделан, но другого цвета сочетания. Как он покажешь? Я не помню. А у меня в основном... А, поняла. Да, он прикольный леопардовый принт, но он не цвет леопардовый. А у меня большая часть бижутерии леопардовый. То есть мне больше в бижутерии нравится этот принт. А, у меня были клипсы круглые, помнишь, леопардовый? Они прямо были... Ну, тканевой структуры такой, лохматенькой. Что еще? Да не, ну, в принципе, нормально относимся мы к этому принту. Главное, чтобы вот как в друзьях не было, когда там Дженнис, просто она вся в леопарде была. Мне кажется, когда просто аксессуары какие-то, ну или какой-то один элемент, то это более достойно выглядит. У меня черная сумка с полоской леопардовой тоже, да. Ну, в общем, это такой сложный рисунок, который действительно нужно очень аккуратно... Дозировано. ...пользоваться. Да, ну, в принципе, он интересности добавляет. А Влад Бенк спрашивает... Вопрос на кулинарную тематику. Как вы относитесь к сладким сочетаниям в блюдах? Например, курица и ананасы, яблоки и крабы. И какое сочетание вы считаете самым ужасным, которое когда-либо пробовали? Мне кажется, вот это очень вкусно. Это мы очень любим. Да. И вот Андрей тогда рассказывал нам, что есть у нас какой-то кафе. Ой, это было очень давно. Сейчас уже таких много сделали. Да, гастрономические кафе, в которых вот бананы с беконом делают. Ну, вот разные такие сочетания. Ну, мы даже мороженое, если помните, вот в прошлом году пробовали такое... Какое? Ну, комбинированные какие-то вкусы были. Сладкое с перцем там что-то. А, да, 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 да. Ну, это в этом... На ярмарку выходили. Чайная высота. Не только чайная высота. На ярмарке мы пробовали всякие разные вкусы. И действительно... Это очень вкусно. Очень пикантно получается сочетание некоторых продуктов. Ну и вот, если помните, у меня есть на моем канале три закуски к новому году. Там есть закуска, консервированные персики с индейкой. Сладкой кукурузой. Сладкой кукурузой. Да, очень мне нравится. Очень вкусно получается. С курицей не так вкусно, как с индейкой. Индейка, она какой-то такой вкус дает интересный. Слунки патекли с рамками. Да. Ну и делали мы утку с ананасами к этому новому году. Так что очень нравятся нам такие. Ну, есть же классическое сочетание дыня с прошутто. Ну, это классика итальянская. Есть... Кусь с яблоками. Да. Это тоже вкусно. Вот эти салатики, когда там креветки, например, с яблоками сочетают. Или вот крабовое мясо. Да, последний салат, который мы покупали, заказывали. Клубника с авокадо. О, да. Или там солененькие огурчики такие были. Нет. Или соленые огурчики были с палки. Нет, там тоже что-то такое было. Там очень вкусно. Прям настолько вкусно, необыкновенно. Нет, это очень-очень-очень вкусно. И вот это сочетание. Есть ещё же шоколад с перцем, например, с чили перцем. Это тоже очень вкусно. В Америке, правда, я видела, у них есть изврат просто. Мороженое со вкусом бекона. Я не представляю, как это на вкус. Но там уже такие химические всякие вещи идут. И всё почему-то с беконом. Вот с беконом я не знаю как. Но вот такие вещи из натуральных продуктов, мне кажется, очень вкусное сочетание получается. Ну и вопрос, какое сочетание вы считаете самым ужасным, которое когда-либо пробовали? Именно сладкое и солёное? Нет, ну вообще просто сочетание. Даже не знаю. Мы все ядные. Знаете, когда-то, когда я рассказывала своим знакомым, что я ем творог солёный с укропом, с зеленью, для людей это была дикость. Сейчас это как бы повсеместно используется. А раньше творог считался только сладким, нормальным. Сырые шампиньоны тоже раньше дикой считалось есть. Сейчас многие тоже сырые шампиньоны не едят. А вот я когда-то вычитала этот рецепт солёного творога. Можно и огурцы, и помидоры туда добавлять. В общем, всё что угодно. И теперь вот как бы считается нормальным. Всё постепенно, наверное, все вкусы вводятся. Ну, да, мы, наверное, все ядные. И очень любим сыновое пробование. Да, мы любим. Но самое ужасное, что я пробовала, я не устаю повторять, это устрицы. Не ходите, дети, в Африку гулять. Устрицы не надо пробовать. Ну, когда ты такая фу-фу-фу-фу-фу. Наташа Березина спрашивает, бывают ли у вас такие ситуации? Просыпаешься утром и понимаешь, что утро подарило вам настроение дня. Что дарит вам настроение? Конечно, бывают такие ситуации. Такие утра. Надо, чтобы сразу понять, что день подарил настроение. Бывает редко, потому что настроение дарит солнышко, голубое небо. А у нас в Москве очень редко теперь такое небо можно увидеть. Но когда я вижу солнце, когда я вижу, что день хороший, конечно, настроение сразу же поднимается. А в принципе, я говорю, что как только посмотришь на Баську, как она спит, вот просыпаешься утром, смотришь на неё, всё, настроение сразу шикарное. Да, как она дрыгнет. Потом пойдёшь, Аньку будить, а на ней прямо вот тут лежит. Она всё время лежит на ней. Как ты с ней так спишь? Она себе дышать не даёт. Она говорит, нет, я её не замечаю. Она её охраняет. Конечно, сразу настроение повышает. Я считаю, что животные, ну, дети всегда повышают настроение, когда они не болеют, когда они открывают глазки, рады тебе. Конечно, хорошие комментарии ваши повышают настроение. Когда открываешь их утром и прочитал, и что-нибудь такое хорошее, доброе, весёлое. Иногда кто-то шутит, правда, это редко бывает в комментариях, но иногда кто-нибудь так пошутит мило, или какую-нибудь историю весёлую расскажет. На самом деле настроение на весь день хорошее. Вот. Мы очень старались сегодня с вами встретиться. Мы собирались с духом весь день, чтобы более-менее таким энергичным с вами встретиться. Надеюсь, что завтра нам будет получше. Не жалейте нас. Не, не надо нас жалеть сегодня. Это временно. Конечно же, да, временно. Просто почему-то как-то этот год начался. Нормально всё началось. У нас с интернетом проблемы были, видео вовремя не выходили, то мы уже один раз заболели, вот сейчас второй раз. Ну, ничего. Я купила лекарство, говорю, давай проколимся. Всё, никак не начнём колоться. Меня хотят посадить на неделю. Да. Ну, ничего, всё будет хорошо. И наши благодарности на сегодня, что... Ну, моя благодарность, что мы всё-таки собрались силами и сели с вами поболтать. Моя благодарность моим животным, которые от меня не отходят, меня лечат. Вообще не отходят. Не с двух сторон всё время у мамы. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Субтитры сделал DimaTorzok И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.